Заболела я в 13-м году, и как бы ничего не предвещало моё заболевание. Это было в феврале 13-го года, был выходной день. Мы были рады тому, что выходной день, и поехали с мужем за очередными покупками. Жизнь продолжалась. И вдруг у меня появилась резкая боль в горлышке, я стала задыхаться практически. И как бы была большая растерянность, потекли слёзы, я не могла вдохнуть. Конечно, мы остановили машину, потому что управлять мужем было невозможно, надо было как-то мне помощь оказывать. Мы потом приняли решение забежать в аптеку и купить что-нибудь от аллергии. Я вначале подумала, что муж, готовясь к поездке, почистил свою машинку каким-то химическим средством, ароматизатором. Ну, взяли таблеточки от аллергии, я уже не помню какие, потом от кашля, аналогично горлышко. И, соответственно, коли спазмы не проходили, мы приняли решение, сможем поехать в нашу областную больницу в скорую помощь. Не дожидаться вызова скорой, когда она приедет. Решили сами, коли есть автомобиль. И нас принимал лор, который дежурил в этот день. И вы знаете, что странно, он установил мне этот диагноз, он посмотрел и обратился ко мне, мол, вы проявите теперь терпение, спокойствие, болезнь серьезная и очень жесткая, вам надо научиться дышать. Научиться дышать, справляться вот с этими спазмами. Вот за что я ему очень благодарна, конечно. Первая такая поддержка нашего, говорит, как лора, заболевания здесь и близко. Нет, вам надо обратиться к неврологу. Изначально это звучало так. И, конечно, я этот день весь протерпела боль, каким-то образом справлялась, кашляла, перестала есть совершенно с этого дня, с 10 февраля, потому что невозможно было глотать, водичку пить тоже. И муж мне приобрел детское питание. И вы представляете, я как кошечка стала вот маленькими-маленькими глоточками, это вот проглатывать пищу такую вот совершенно протертую. И водичка, водичка была совершенно, каплика. И вот она у меня не проглатывалась, а стекала, потому что вот какие-то функции, глотание, либо попросить к мужу обратиться, зачем-то я тоже не могла. И если я начинаю разговаривать, то у меня идёт сильное колебание, которое вызывает ужасную боль. Я с ней просто не справлялась. Работы, конечно, не было, но практически говорить не могла, вот только глазки таращила. Но каким-то образом потом уже, как доктор мне посоветовала справляться с болью, естественно, я стала писать сразу же лист бумаги и писать, что мне надо оказывать какую помощь. И, конечно, когда я пришла к неврологу на следующий день, вот, для неё это тоже было удивительно. Не может быть такое заболевание, неврология языка влочного нерва. Скорее всего, у вас что-то с зубиками. Это вам даёт боль зуб. Отправила меня на консультацию к стоматологам. Я, конечно, к стоматологам ходила не просто к стоматологам, а челюстно-лесовые хирурги. Вот с ними я работала. Вот они проверили меня на зубки, сняли, конечно, снимок всех моих зубок и отрицали, что это каким-то образом здесь боль эту придают мои зубки, заболевания зубок. Вот. Ну и потом, соответственно, коль невролог не знает, что это за заболевание, ну, естественно, давала знакомых, ведущих неврологов. Я ходила к ведущим неврологам, которые вот как бы светило называется в нашем городе. Ну, как бы они тоже вот разводили руками, не могли сказать, что это такое. И подтвердить, что это неврология языка влочного нерва не могли, потому что случай в Воронеже, как бы статистику подняли. Здесь есть статистика, это был первый случай в Воронеже, то есть опыта никакого совершенно. Ну, и тогда я приняла решение ехать в Москву в институт неврологии, РАМ, по-моему, как-то он так называется. Вот. Там мне, конечно, доктор подтвердила, что да, действительно, у вас неврология языка лодочного нерва. Лечим ее следующим образом. Пьем финлепсин. Когда будет острая боль, то, значит, ледокаин, как бы замораживаем аэрозоль ледокаина. Ну, ледокаин как бы мне помогал поначалу, но это вот прям первые дни какие-то. Вот. Финлепсин привел к жуткой аллергии. Была жуткая аллергия, отечность ног покрыта таким вот красным сыпьем, красной сыпьем. Вот. И глотать как-то было еще сложнее. И тогда мне, нет, применили другое, лирику. Я лежала в стационаре, мне порекомендовали лирику на тот момент, как бы, я не знаю, как она давно, но мне так озвучили, что на тот момент это самое прогрессивное и самое передовое лекарство. Вот. Ну, конечно, я пила в надежде, как все внушало, что мне становилось легче, становилось легче. А уже в июне, нет, перед этим у меня была боль, дневная, дневная боль. И когда я пролежала, мне сняли отечность, потому что появилась здесь отечность, сняли лекарства, я уже не помню, какие кололи, сосуды расширяющие. Мне сняли отечность, и мне стало легче глотать, мне как бы приступы реже были. Вот, лирику я продолжала пить, тоже не помню, какие-то дозы, большие какие-то дозы. А потом стала эта боль появляться ночами. Ночами. Дневная боль ушла, либо я отвлекалась, потому что я вышла на работу, может быть, отвлекалась на работу каким-то образом. Все-таки подсознание тоже какую-то роль играет на нашей болезни. Вот, и когда я возвращалась домой с работы, тоже первое время не было, а вот уже где-то после двух часов ночи, вот это проявлялось. Ночная боль жуткая. Я, конечно, спала все это время, сидя, подушечку попоставляла и каким-то образом пыталась уложить свою головушку, чтобы нерв мой был в каком-то таком покое относительном. Это мне так казалось, мне так казалось. Ну, мне действительно становилось легче, когда я какие-то манипуляции с головушкой делала, ее как-то укладывала. Ну, и сюда я вот ручку придерживала. Может быть, тепло, может быть, самонушение. Но как-то помогала, ночь вот переходила. Ночь переходила в день, опять день спокойный. А уже вот в июле месяце я была в своем медицинском центре, в котором меня реально спасли. Меня перевели на таблеточки кибантин. Вначале я пила маленькие дозы, а потом довели, конечно, дозу очень огромную, 2 400 в сутки. Вот, соответственно, уколы всякие разные. Ну, меня там изучали со всех сторон. Но чтобы вот установить, что у меня компрессия, конечно, в тот момент, либо не могли, либо не знали. Я не знаю, каким образом. Вот, и я практически стала здоровой. Я попила лекарства, наверное, в течение двух месяцев. И я поняла, что я здоровый человек, и приняла решение самостоятельно отменить себе лекарства. Я вела полноценную жизнь, не было у меня ни этой боли, ни этих спазмов. Поэтому я за период с февраля по апрель похудела на 10 килограмм, потому что, ну, практически, я уже говорила, есть было невозможно, кроме вот сидела на детском питании, ну, всякое разное, но детское питание. Они водичку прям, ну, в день как кошечка лизала, которая стекала практически, а не глоталась. Вот. Вот. И потом я вот, как бы, приняла решение отменить сама себе. Конечно, сделать большую глупость, надо было какую-то дозу оставить. Сегодня вот так это знаю. А тогда я думала, что я здоровый человек, и больше это не повторится. Как бы доктора мне сказали, что бывает это разовое, вот как-то вот среагировал организм на какой-то стресс, либо еще что. Хотя стрессы практически, вот, ну, изучаем, сможем вот все предыдущее время, все спокойно, все хорошо. Ну, в общем, вот так. Стресса никакого, и это не являлось следствием моего заболевания. И на сегодняшний день, в августе месяце, вдруг это повторяется. Я это поняла. Понимаете, вот эту болезнь можно как-то не прогнозировать, а ощутить. Когда начинается, появляется отечность, появилась отечность у меня с левой стороны, опять же в том месте, когда я чувствую, у меня начинает осипать голос. Я практически тогда же не говорила, писала, и я поняла, что что-то происходит. Но я старалась, конечно, лето было очень жаркое, вот, старалась как бы на солнце не выходить. Я это ощущала, что солнечные лучи, они очень жаркие, они на меня давят, и они отрицательно на меня вот как бы влияют. То есть мне надо было не просто от солнышка, а от теплого, а от жарки воздуха, жарки, разряженный летний августовский воздух, не появляться. Ну, как не появляться? Конечно, я появлялась на речку с внуками, вот, пока не плавают, я хоть в тени, но солнечный воздух такой прожженный, горячий, я почувствовала, что мне будет плохо. Действительно, это было, опять же, там 10 февраля, здесь 12 августа, я теряю голос, сразу же спазм начинается, но я не кашляю, я просто теряю голос. И, конечно, я побежала, ну, не побежала, а вынуждена была ехать из района, в Воронеж, обращаться к докторам, чтобы мне начали делать обезболивающее. Говорят, есть замечательный доктор в Санкт-Петербурге, который вам поможет. И, конечно, я поехала, поехала в Санкт-Петербург, мне надо было... Я взяла билет, дочка мне взяла билет в этот же день, чтобы я приехала в Санкт-Петербург. Но решили принять меры, как бы снять эту боль, потому что же были периоды, когда была боль сильная, как я могу общаться, когда боль. И решили снять боль, а уже потом спокойно приехала в Санкт-Петербург. Ну, конечно, в Санкт-Петербурге я была и в клинике боли, я была в институте Бехтерева, и все меня направили во вторую городскую больницу к профессору Шулёву Юрию Алексеевичу. И, конечно, я пришла на приём и была рада встрече, тёплому встрече. И когда смотрят на вас докторы, ты понимаешь, что тебе помогут, то, естественно, это огромная радость, это какая-то уверенность, что будет полноценной. Угу. Моя болезнь проявлялась жёсткими болями. Изначально появлялась боль, я вот сейчас могу это говорить, а тогда, конечно, я не осознавала, просто чувствовала в корешке языка, в корешке языка. И она такая, боль острая, там что-то порезали, вот такого характера. И одновременно начинался спазм, который привел к тому, что я не могла ни сказать ни слова, чтобы мне оказали какую-то помощь, там, воды подать. И сама начинала пить, я не могла ни пить, не могла глотать совершенно. И не могла, ну, естественно, когда спазм этот проходил, ну, хотелось же есть, я живой человек. И я не могла кушать, не могла кушать совершенно. И я пыталась поначалу, значит, маленькие порции какие-то что-то размять, маленький кусочек, но это всё равно вызывало боль, всё равно вызывало боль. И острую боль. И я в результате перестала кушать. Какое-то время я просто сидела на одной водичке, потому что, ну, вот эти спазмы, которые я задыхалась, и он спазм длился, ну, долго длился. Он один был сильнее другого, вызывал кашель. Я пыталась откашляться, но это просто давало дополнительную боль. Вот одновременно слёзы, кашель, боль резкая в корешке язычка, с левой стороны, потому что это левая сторона как бы. Вот, и я справлялась, я не знаю как, я не знаю как я справлялась, но откуда брались какие-то силы, но боль, она длилась долго. Потом, конечно, когда мне порекомендовали обезболивающее, и когда я съездила в Москву, и мне порекомендовали ледокаин брызгать, какое-то время просто снять спазм этот, я это использовала. Вот, но само по себе, в принципе, ожидание тоже вот этой боли, оно, которое очень жёсткое, оно тоже заставляет и биться сердечки. Я, соответственно, принимала сердечные капли, потому что, ну, токхардия была ужасная, она и впоследствии привела к токхардии. Сейчас пульс большой, мы будем заниматься этим лечением. Вот, и благо то, что я попала в свой центр, свой центр медицинский, который, вот, конечно, очень грамотно провёл мне лечение, и сняли спазмы, и подобрали лекарство, которое снимает эти спазмы, вот, и в котором вот я посчитала себя здоровым человеком. Но когда я повторила второй раз, я решила, что я уже его не выдержу, таких болей, это очень сложно, когда ты не спишь ночь, когда ты днём прикован к мысли, к тому, что сейчас начнётся этот спазм, и он начинался, даже когда ты думаешь и не думаешь о нём. Это очень сложно в таких условиях жить. Вот, и, конечно, решение было принято искать квалифицированную помощь и после диагностики головного мозга делать операцию, потому что я не знаю, как, может быть, кто-то и живёт с этими болями, но я терпеливый человек, но вынести их очень сложно, поэтому принято решение, было оперирование. На сегодняшний день, если исходить от сегодняшнего числа, то прошло две недели после операции. Операция благополучная, я очень благодарна докторам, потому что вернули меня к жизни, вернули к полноценной жизни. Я радуюсь каждый день, хотя, конечно, я жила вот эти дни с оглядкой, прислушивалась к себе, а потом я решила, что я напрасно делаю. Я на сегодня совершенно полноценный человек. Я ем, когда хочу, ем столько, сколько хочу, сплю спокойно, я пью водичку, ну, то есть у меня реальная, яркая, хорошая жизнь, за что я благодарна докторам, надеюсь, что и дальше всё это вот, как бы я буду здорова, я, конечно, буду обращаться, буду созваниваться, но, надеюсь, у меня повода вот болевого шока, такого не буду. Низкий поклон докторам, которые меня подняли и вернули к краске жизни. Спасибо большущее.